Открытая студия Которая насчитывает уже Подходит к своему 20 дню рождения 18 лет, правильно, проекту Расскажите, пожалуйста, вот изначально Какие у него цели и задачи, для чего он был создан Да, спасибо большое Как вы и сказали, конкурс уже 18 лет Он был рожден в 2003 году Молодыми людьми, инициативными Студентами из различных регионов У которых была цель Помочь своей стране И объединив свои усилия Они создали проект, который на тот момент назывался Твой город 21 века Из 2005 года проект получил Своё одноимённое название Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов И проектов в сфере образования, направленных на Социально-экономическое развитие российских территорий И получил свой статус Всероссийского, потому что в нём Принимало участие всё с каждым годом Всё больше и больше регионов Конечно же, идея конкурса В привлечении потенциала молодёжи К решению вопроса социально-экономического Развития российских территорий То есть ежегодно молодые люди В возрасте от 14 до 35 лет Подают свои проекты И помогают своему региону Самое интересное, что Как я сказал, из года в год Количество участников растёт Мы это связываем, конечно же, и с вхождением В президентскую платформу Россий страна возможностей В которой мы вступили в 2018 году Нас отметил президент И количество участников с этого года Начало расти 2019 год — 16 тысяч участников 2020 — 36 тысяч участников В прошлом году 63 тысячи участников И в этом году после заявочной кампании Мы приняли 91 тысячу участников Вот на сегодняшний момент На сегодняшний день 91 тысяча участников Вы так хорошо каждый год по 30 тысяч прибавляете Да, прибавляем очень много Мы готовимся к следующему году Мы практически уверены, что мы переступим 100 тысяч участников Конечно же, это большие риски Потому что при увеличении количества людей Надо не забыть про этих людей И надо работать с каждым Потому что в нашем конкурсе мы стараемся Сделать так, чтобы у человека, который пришёл в наш конкурс Была благоприятная среда И каждый что-то от конкурса получил Конечно В этом году, помимо того, что количество участников у нас растёт У нас количество экспертов растёт Потому что что самое главное в конкурсах? Самое главное в конкурсах — это экспертиза Чтобы те самые лучшие проекты вышли в число финалистов и победителей Количество экспертов в этом году тоже, на самом деле, немножко шокирующая и большая цифра Только изъявили желание более 2-800 человек со всех регионов нашей страны То есть они подали свою заявку из различных областей По различным номинациям подали свою идею для того, чтобы стать нашим экспертом Для этих экспертов проводили обучение, сертификацию, аккредитацию Прошли обучение и стали уже экспертами нашего конкурса 2252 человек И эти люди отсматривали проекты на протяжении месяца Каждый проект у нас смотрит не менее трёх экспертов То есть получают свою экспертную оценку И если какой-то проект получает количество баллов, которое отличается от предыдущего эксперта То добавляется дополнительная экспертиза, а может быть и две Для того, чтобы дать более качественную оценку Конечно же, если это, например, участник из Московской области То, безусловно, мы эксперту Московской области уже этот проект не отдаём Чтобы не было интересантов Потому что могут принимать участие и научные руководители этих авторов проекта Ну логично, да, нужно, чтобы всё было по-честному А сами проекты, они присылают вам их в каком виде? Видеовизитка? Да, спасибо большое за вопрос На самом деле проектная заявка у нас очень сложная Для того, чтобы её заполнить, понадобится не 15 минут И даже, может быть, не полчаса Она требует описания полного цикла вашего проекта С описанием его целевых показателей С описанием его сметы, партнёров проекта и так далее Мы даже расцениваем нашу конкурсную заявку как образовательный маршрут Потому что при заполнении этой заявки становится на места И всё становится на места И можно с лёгкостью реализовать свой проект И подавать, например, у нас, например, проектная заявка по сложности Как на фонд президентских грантов И поэтому можно потом, или, например, грантовый конкурс Росмолодёжи, с которым мы тоже активно сотрудничаем Который я чуть позже расскажу А так, у нас 18 номинаций 18-й год, 18 номинаций Охватывают они практически весь спектр социально-экономического развития российских территорий И, безусловно, при формировании наших номинаций Мы соотносим их с национальными задачами нашей страны И, конечно же, практически по всем национальным задачам есть своя номинация Это и здравоохранение, это и образование, и сельская местность То есть каждый участник и каждый эксперт найдёт себе по душе одну из номинаций Скажите, Дмитрий, а это уже должны быть реализованные проекты? Или те, которые ещё находятся в состоянии стартапа или какой-то идеи? Рассматриваются проекты как реализованные, так и на состоянии стартапа Потому что по итогам нашего конкурса участник получает большое развитие своего проекта Это, конечно же, и информационная поддержка И давайте начнем немножко с другого У нашего конкурса, в нашем конкурсе принимают участие, я сказал, уже долгое время Есть такие участники, которые, например, получили в прошлом сезоне второе место И у нас, знаете, такой вот символичный подарок, один из, это медаль То есть золотая, серебряная, бронзовая И в следующем году он уже идёт за золотой медалью Таких историй, на самом деле, очень много Задобивается, да, в результате? Ну, конечно, судя по... Сами понимаете, мы даём статистику, что порядка 200 тысяч человек прошли за это время через конкурс Но глубоко в душе понимаем, что, конечно же, это намного больше Потому что у каждого автора проекта есть своя команда Есть научный руководитель, есть наставники Поэтому есть участники, которые уже за 18 лет сейчас принимают участие со своими детьми Или, например, своих учеников им рекомендуют принимать участие в нашем конкурсе А кто наиболее активен? Вот так вот, если по возрасту посмотреть, кого больше? Вы знаете, активная студенческая молодёжь И, на самом деле, большее количество проектов поступает от них Дальше это, конечно же, школьники, уже которые учатся в старшей школе Ну и, вот если рассказать про номинации В этом году у нас... Или давайте вообще расскажу про возрастные категории 14-35 лет — это основные категории наших участников, молодёжь В этом году у нас появилась две... не появилась Появилась одна номинация, которая была инициирована особым годом В этом году мы отмечаем 60 лет полёта в космос И, конечно же, одна из тематических линий — это космос Космическая Да, даже на логотипе, если вы обратили внимание, у нас появился Юрий Алексеевич Гагарин И его символичная надпись «Поехали» То есть его символичная... Фраза Фраза «Поехали» И появилась номинация «Сказки о космосе» Для кого она? Она создана для детей с родителями И в ней могут принимать участие самые молодые участники до 13 лет Даже мои дети, они до года и три года принимали участие в этом проекте К сожалению, не победили, но получили хороший опыт Вот мы вместе рисовали... Самый маленький рисовал ручками «Звёздное небо» со своим старшим братом А старший брат написал «Сказку о космосе» Здорово Извините, пожалуйста И, конечно же, в продолжение Экспертами, научными руководителями наших участников Несколько лет назад была инициирована номинация «Моя педагогическая инициатива» Которая стала в настоящий момент одной из самых популярных номинаций И, что самое важное, она не имеет ограничения по возрасту Мы это сделали для того, чтобы более возрастные педагоги могли принимать участие Но интересный факт, что в этой номинации принимают участие не только педагоги Но принимают участие и школьники, и студенты И даже порой могут победить в этой номинации Предлагают свою систему развития молодёжи, школьника Но это является очень интересным И, если вы позволите, чуть позже я про эти проекты тоже расскажу Обязательный проект и более подробно про номинации 18 всего номинаций Это в этом году? В этом году А увеличивалось, вот вы уже сказали, про космос, про педагогическую То есть с каждым годом их становится тоже, да? Ну вы знаете, я больше бы сказал, что в этом году так совпало Но мы к этому очень сильно стремились Мы зависим, ну не зависим, а стараемся отталкиваться от наших партнёров То есть каждая номинация имеет своего тематического партнёра Будь это представитель бизнеса или федеральный орган исполнительной власти И ежегодно при формировании нашего положения мы согласовываем с ними описание номинаций Понятно И, конечно же, получаем актуальную информацию Какие наиболее популярны? Вот педагогическая, да? Я так поняла, что она пользуется спросом Да А вообще вот так вот куда больше? Мы вообще расцениваем, на самом деле, количество заявок по номинации Как вот такой вот срез по регионам И можем расценивать, что по тем номинациям, по которым проектов наибольше Это показатель того, что волнует молодёжь В том или ином, ну понятно Да, вот в этом году, как ни странно, самой популярной номинацией стала Моя педагогическая инициатива В прошлом году мы праздновали особый юбилей И была номинация «Моя страна, моя история, моя победа» И вот молодёжь представляла эти проекты Три года назад самой популярной номинацией была «Экология моей страны» И как раз таки вот из Московской области тоже было много проектов Из дальних регионов нашей страны участники подавали проекты Я хочу напомнить, сегодня в открытой студии «Радио 1» Принимает участие руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия» Дмитрий Турлаков Дмитрий, насколько активно участвует в этом году Московская область? Да, спасибо большое Московская область является всегда в лидерах По количеству участников и количеству экспертов В 2019 году в заочном этапе приняло участие Ну, то есть подали свои заявки 2242 человека В 2020 году приняло участие 3405 человек И в этом году приняло участие 4029 человек То есть из года в год количество участников от Московской области растёт Ну и как и всё количество, как и общее количество участников Ну и, конечно же, они являются лидерами в числе финалистов Вот в 2019 году было второе место по количеству финалистов, которые попали в финал Их было порядка 100 человек В 2020 году их было чуть меньше Но и в 2021 году мы снова вернулись к лидирующей позиции К лидирующим Какие темы основные, которые волнуют подмосковную молодёжь? Вы знаете, в этом году от Московской области молодёжь волновали большое количество проектов То есть это и наука, и образование, и экология И, в общем, в большей части, на самом деле, вот сейчас при подготовке Мы обратили внимание, что волновали научно-технологические проекты Научно-технологические Ну, собственно, видимо, объясняется тем, что наукограды у нас здесь в Подмосковье Совсем не один Скажите, Дмитрий, а вот так вот в целом Какие проекты самые популярные? Вот что выходит на федеральный уровень? Вот та самая, может быть, история успеха Ведь это же не просто, да, ваша задача узнать о каких-то классных проектах Узнать о том, что есть действительно креативные, такие неравнодушные молодые люди Но и в том числе дать жизни ему Для того, чтобы, да, вот тот самый регион, он начал развиваться И чтобы та самая молодёжь, я так понимаю, она не уехала в какой-то более благополучный регион А осталась в своём родном месте Ну, вы знаете, примеров, на самом деле, много Их можно перечислять Но хотелось бы, наверное, таким отметить нашего выпускника Который на протяжении нескольких лет принимал участие в нашем конкурсе Становился победителем Он является даже таким уже известным человеком в Московской области Потому что много о нём рассказывалось в СМИ И в том числе на радиоканалах Это Павел Бережанский И на данный момент он является заведующим Пиломагическим отделением Морозовской детской больницы Он разработал компактный программно-аппарантный комплекс Ранней диагностики и мониторинга аллергических заболеваний Который можно было до ещё клинических проявлений Выявлять у детей Аллергии, ну то есть ещё на той стадии, когда она ещё никак себя не проявила И что важно, в период пандемии Павел открыл горячую линию И не только помогал с помощью телефонных звонков Развозил продукты питания Но ещё и, конечно же, открывал горячую линию И созванивался с родителями И помогал им в этом вопросе Мне кажется, это тоже являлось очень важным моментом Приведу пример других участников Конечно же, в прошлом году, как я сказал, был особый у нас год Праздновали мы победу И Татьяна Кузнецова, которая тоже проживает в Московской области Из Гжели Она представляла проект «Зная войну, бережём мир» И этот проект помогает создавать и конструировать Культурно-образовательные музейные комплексы И она популяризирует Первую Великую Отечественную войну Вот, например, Виктор Шишло Шишло, извиняюсь Он тоже житель Московской области Вместе с своей проектной командой Разработали квест-игру для молодых ребят В рамках которой популяризировали свою малую родину То есть рассказывали про свои сельские местности Ну, в общем, историй много Про них можно рассказывать И ежегодно этот банк историй Он пополняется Это командная работа? Или это может быть индивидуальный проект? Это может быть индивидуальный проект Но в большинстве своём это проектная команда Позвольте ещё про одного участника Это молодой преподаватель школьной школы Он преподает физкультуру И вместе с молодыми людьми Своими школьниками Он разработал проект «Синергия» Это серия мастер-классов для ребят Младшего школьного возраста В котором он популяризирует занятия спортом И культурой Спортивной культурой И вот вместе с ребятами он собрался И этот проект уже на протяжении нескольких лет реализует Есть ещё кто-то? Конечно же есть Мы говорили с вами про технологические проекты Алена Масленникова В совмест с командой проект разработала Токопроводящий материал Для печати электронных компонентов и 3D-принтеров Которые сейчас в настоящий момент Помогают в возготовлении электронных устройств То есть действительно такие успешные истории Каждый год наверняка много приносит Вот таких вот самородков, так сказать Ну, конечно, в этом году мы тоже уже по части номинаций Провели финальные этапы А, уже есть даже, да? Конечно же, да Вот, например, приведу пример Лидия Усанова Она является коммерческим директором Научно-производственного предприятия Нилкорп Который находится в Московской области Она стала победителем номинации Большая технологическая разведка И у неё была разработана комплексная технология Цифровой диагностики ряда заболеваний По микродвижениям глаз и зрачковой реакции То есть и такие присутствуют тоже проекты Это вот тоже странно Про Павла мы рассказали Он в номинации «Моё здоровье» утверждал А вот первенство и по Московской области Вот тоже в здравоохранении перехватила Лидия Скажите, Дмитрий, вот те самые эксперты, да? Которые работают, которые отбирают Которые всё это смотрят То есть получается, если номинация связана с медициной То здесь будут по профилям Опять же, мы работаем в тесной связке По экспертам с тематическими партнёрами номинаций Вот, например, если мы сейчас говорим В частности про номинацию «Моё здоровье» Активно работаем с Министерством здравоохранения Они делают тоже свою рассылку И по экспертной базе И вот исходя из этого формируется вот такой пул Для участия в финальных этапах Тоже совместно с нашими партнёрами Находим вот таких статусных, серьёзных Гуру таких, да? Да, гуру, которые помогают И дать рекомендации по реализации своего проекта И, конечно же, стараются даже в том числе Брать кого-то к себе на стажировки Вот на стажировки А какая-то спонсорская помощь оказывается тоже участникам Но в реализации, если, допустим, какое-то дорогостоящее Нужно создавать там оборудование Или аппараты, или что-то Да, спасибо большое за вопрос На самом деле подарки для победителей Уже долгие годы являются таким серьёзным тоже ключом Помимо того, что я рассказала про медаль Они могут получить На протяжении всего года Мы делаем тоже упор на наши образовательные продукты Вот я как сказал, что хотим, чтобы каждый участник Даже если он не прошёл финальный этап, не стал победителем Получил порцию знаний И вы знаете, вот в прошлом году, в период пандемии Мы проводили онлайн-обучение от наших экспертов, партнёров И количество просмотров было огромное То есть это пользовалось спросом Больше пяти миллионов просмотров за этот месяц, который мы проводили И ежегодно, ежемесячно мы эти образовательные продукты выпускаем Вот, конечно же, если вы говорите про финансовую поддержку В каждой тематической номинации определён свой список призов Бывает, что это и премии, или оргтехника Приведу пример, что бывают хорошие тематические премии Которые позволяют участникам в том числе помочь в реализации своего проекта Ну понятно, направить средства Да, с 2020 года совместно, то есть подписали соглашение И совместно с Росмолодёжью в рамках нашего финального этапа Наших финальных этапов принимают эксперты грантовый конкурс Росмолодёжи И участники могут получить... Это как раз-таки о вашем сотрудничестве, да, с Росмолодёжью? Да-да-да-да И участники могут получить гранты до полутора миллионов рублей И даже в этом году уже есть победители Вы знаете, у нас такая особенность, я в самом начале тоже не рассказал Мы сейчас проводим финальные этапы Но на следующие сутки после проведения нашего мероприятия Участники узнают, кто стал победителем, но без указания мест Места они узнают только на официальном награждении В прошлом году мы проводили его в онлайн-формате по понятным причинам Но в 2019-2020 году мы проводили их... В 2018-2019 году мы проводили их на площадке Питерского международного экономического форума Надеемся, что к очным награждениям мы в этом году вернёмся И очень хотелось бы в этом году со всеми участниками повидаться Но они, получается, встречаются только вот уже на таком финале, да, вот на этом награждении Так они все знакомы заочно Они могут знакомиться со своими проектами? Они могут в рамках номинации своим проектом знакомиться на финальных этапах То есть они все друг друга слушают То есть они уже так заочно готовы Часть номинаций у нас проводится в режиме онлайн Часть номинаций у нас проводится в офлайн-режиме И, конечно же, тоже такой интересный факт в этом году у нас произошёл Первая защита по номинации «Мой Дальний Восток, моя Арктика» Мы провели в рамках форума «Восток» на Дальнем Востоке На кампусе Дальневосточного федерального университета А самая крайняя защита по номинации «Содружество наших стран» состоится в городе Калининград И, то есть таким образом начнутся защиты на самом... На западе нашей страны, да, и закончится на Востоке Здорово, то есть вообще охватывается Если, возвращаясь к подаркам, то это, безусловно, стажировки тематических партнёров В прошлом году, ну, приведу несколько примеров У нас проходили стажировку в компании «Газпром» Другие победители проходили в лучшем курорте нашей страны «Мриа Резорт» То есть тоже получают с дальнейшим будущим трудоустройство Ну, то есть, я так понимаю, прошёл стажировку в «Газпроме», есть шанс там остаться Конечно Безусловно, это информационная поддержка После того, как победители стали... То есть после того, как они стали победителями Со всеми работает наша пресс-служба И старается сделать так, чтобы в своём регионе он стал таким маленькой звездой И снимаем про него информационные ролики, которые потом идут на ТВ-сюжеты Кто-то принимает участие в радио Ну, про кого-то пишут в газетах, в журналах, да И они звонят и говорят, что спасибо вам большое Мы стали вокруг нас, нас начали приглашать на другие события Вот, и проект получает развитие Безусловно, у нас идёт поддержка, ну, опять же, от органов исполнительной власти Которые стараются поддерживать проекты Совет Федерации Через сенаторов тоже стараются эти проекты поддержать Ну, то есть, система развития наших проектов Восконкурсное сопровождение у нас работает Даже так не знаю, как сказать, сильно И мы стараемся вот этих победителей сделать всё, чтобы тот старт проекта Или популяризировать их проект как можно сильнее Скажите, Дмитрий, ну, пандемия, я так понимаю, она повлияла, естественно, на то, как прошло награждение участников Больше она особо не навредила конкурсу? Вы знаете, мы даже со своей командой расценим, что в период пандемии мы ещё больше окрепли Потому что пока, ну, кто-то ожидал, пока всё будет открыто Ну, немножко так приостанавливались, мы наращивали темпы Как я сказал, мы запустили большую образовательную программу «Учимся вместе» Которая хорошо прошла и получила большую огласку Мы провели наш очный этап в онлайн-формате И на самом деле, так как у нас принимают участники из различных уголков Бывает даже такое, что им не добраться на поездах То есть им надо ждать определённого времени, когда на вертолёте их могут забрать И они ехали раньше вот на очный этап А мы раньше проводили в рамках форумных компаний все наши защиты То в этом году они смогли просто подключиться, взять компьютер Подключиться к онлайн и представить свой проект То есть большее количество участников смогли представить свой проект в финальном этапе Было больше, да, облегчена была задача Поэтому для нас, на самом деле, это время было временем возможностей И мы окрепли Вот специальные проекты вы уже рассказали о сказке о космосе Да, это в этом году Слово о моей стране, Всероссийский образовательный лагерь, семинар Спасибо большое В сказкам о космосе, если вы не против, мы вернёмся В этом году они подавали, я сказал только про своих детей Подавали, больше 10 тысяч заявок мы получили по этой номинации На самом деле, ну мы думали, что будет хороший охват Но не думали, что настолько Подавали молодые участники и свои сказки, и творческие работы, и иллюстрации И на данный момент определены победители Часть из них, кто подходит по возрасту, отправляются совсем скоро в Международный детский центр Артека 23 числа мы откроем эту школу, и дети окажутся в ней Там будут победители прошлого года нашего конкурса, молодые победители И вот победители сказок о космосе И, конечно же, кто-то получил ценные призы Ну а кто-то из участников Кто-то из участников найдёт свою фамилию в сборнике Который сейчас находится на стадии разработки И в октябре месяце мы хотим этот сборник представить на Ну это очень круто Это прекрасная награда Дмитрий, ну и в завершении, как видите дальше развитие конкурса? Ведь он же всё равно каждый год не стоит на месте Вы знаете, ежегодно конкурс преобразовывается Мы открыты к предложениям И даже если у участников, экспертов возникают какие-то предложения Мы их обязательно рассматриваем У нас работает ассоциация выпускников Которая предлагает большое количество проектов Которые реализуются как дочки нашего проекта И, конечно же, за количеством не надо потерять качество И мы будем за этим особо следить И стараться делать так, чтобы конкурс ежегодно радовал участников Когда обычно начинается старт и сбор заявок и проектов на следующий? Спасибо большое Послушали те, кто не успел? Да, спасибо большое за вопрос Сейчас у нас идёт как раз активное стане Финальные этапы до конца сентября месяца они пройдут И в этом году мы хотим запустить наш конкурс в октябре или ноябре месяца И опять запустить конкурсный этап заполнения заявок И мы посчитали, что как раз с начала учебного года Дети немножко отучились, как раз вошли в темп И октябрь, ноябрь они как раз-таки начинают задумываться о своих проектах По улучшению своего региона В общем, сейчас самое время задуматься над какой-то тематикой И уже к октябрю месяцу Конечно, не надо ждать октября-ноября Надо уже начинать заполнять Или придумывать свой проект А в октябре его уже дорабатывать Спасибо большое, что пришли сегодня Развитие конкурсу Ну и, конечно, успеха всем участникам Как можно больше, чтобы было вот такой вот талантливой Неравнодушной молодежи И благодаря вам в том числе Спасибо В открытой студии «Радио-1» Сегодня принимал участие руководитель Исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия» Дмитрий Турлаков Открытая студия